Всем привет! Звук работает! Меня зовут Юра Гашовский, я расскажу сегодня о происхождении человека. Я сразу признаюсь, я не антрополог, я химик, поэтому я расскажу про эту тему не профессионально, а от души. И рассказ мой поэтому будет не связанный и такой немножко сумбурный. Ну а что делать, как бы придется. Итак, поехали. Вот это простенькое деревце показывает о происхождении человека. Корнями оно уходит глубоко вниз, примерно на 4 миллиарда лет, когда на нашей земле каким-то образом зародилась жизнь. Но нас это все не интересует, нас интересует всего лишь 2-3 миллиона лет назад, когда вот этих вот обезьянок ученые договорились называть люди. Им дали специально по латыни название Homo. Перед этим был вот такой вот у нас, как бы мы видим, граница. И, конечно же, не было такого дня, когда вот эти приматы австралопитейки или другие заснули еще обезьянами, а потом раз и проснулись людьми. Нет, эволюция так не работает, она работает более плавно и некоторые границы размывает. Есть вообще более другая схемка, она более интересна. Она взята с сайта Anthropogenes.ru, и она мне нравится больше своей наглядностью, потому что мы видим, что на самом деле это никакое не дерево, и веточки растут не отдельно, а это такая сложная, запутанная детективная история с перемешиваниями и так далее. И хотя этой схемке всего несколько лет, она изначально неполная и уже даже, кажется, устаревшая. Дело в том, что палеоантропология развивается такими семимильными шагами стремительными. Вот мы сейчас посмотрим с вами на картинку классическую, родом примерно из годов 80-х, и вы видите, насколько много уже есть находок, какие они полные. То есть тут указаны только такие самые основные месторождения находок и так далее, а за прошедшие 30 лет накопали еще больше, узнали еще все круче, и поэтому слова Чарльза нашего Дарвина, который говорил, что когда-то в кавычках недостающее звено между обезьяной и человеком будет найдено, они оказались пророческими, как, собственно, практически все остальные гениальные догадки этого гениального ученого. Что мы видим здесь в первом приближении? Мы видим, собственно, вот этот путь к человеку. Если сказать кратенько, увеличивается мозг, уменьшаются челюсти, зубы. В целом череп становится более таким округлым, более таким детским, более тоненькими становятся с кости черепа, как правило. Не такой выпуклый рельеф. То есть мы постепенно превращаемся в тех людей, которых мы с вами любим. Значит, я сделаю такую оговорку. Хоть мой рассказ будет и не связанный, но я вынужден буду сделать некоторые вступления для того, чтобы ввести в тему людей, которые никогда ничего до этого не слышали о происхождении человека. Мне придется рассказать о классических представлениях. Вот классический первый человек, которого, собственно, начали называть человек, это Homo habilis, человек умелый. Ну, его начали так называть, потому что он уже регулярно стал изготавливать каменные орудия труда, которые находят частенько в месторождениях с его останками. И вот ему так дали. Пусть это уже будет не австралопитек, а, допустим, Homo habilis. Некоторые ученые современные называют его поздним австралопитеком. Некоторые ученые современные поздних австралопитеков, которые сейчас накопали, говорят, что они больше похожи и жили раньше, чем Homo habilis на человека. Ну, это уже детали. В конце лекции я обязательно отдам ссылки на настоящие книжки по антропогенезу и на настоящие сайты по антропогенезу. Второй устоявшийся вид Homo, который сосуществовал, как вы видите, с Homo habilis, это человек рудольфийский. Вообще, очень такой распространенный спор среди антропологов был, и вроде бы как бы даже иногда сейчас продолжается, а не является ли rudolfensis просто самцами habilis, а habilis, соответственно, самочками rudolfensis. Но все-таки, скорее, некоторые отличия там настолько есть, что, может быть, это действительно такие разные виды. Почему я сделал такую оговорку, вы увидите дальше. Первым человеком, который уже полностью, можно так сказать, приспособился к жизни в саваннах, встал уверенно на две ноги настолько, что уже побежал из Африки завоевывать мир дальше, это был Homo ergaster, человек работающий. Первый устоявшийся вид человека, который мы вообще без оговорок уже можем назвать человеком, это или несколько подвидов, которые друг на друга очень похожи, это человек прямоходящий, Homo erectus. Существовало, некоторые антропологи выделяют несколько подвидов, скажем так, азиатскую и африканскую, ну, по месту их находок. Ну, они, в принципе, очень сильно похожи друг на друга, и у них есть общие черты, которыми они отличаются. Ну, вот, например, если мы смотрим вот этот череп, этот череп, найденный, который у человека жил миллион лет назад на острове Ява, череп Сан-Гиран, он отличается, ну, просто гипермассивностью такой. Во-первых, этот человек был метр восемьдесят ростом примерно, плюс мы видим, что его лицевой скелет очень крупный, у него огромные надбровные дуги, ну, вообще, в принципе, все выпирает, что только можно выпирать, вот, как видите, по реконструкции, и зубы, огромные челюсти, то есть это был такой крепыш, который, собственно, уже, несомненный человек, и дал нашим предкам старт. Очень интересная оговорочка. Антропологам и археологам очень невероятно повезло, когда они нашли, относительно недавно, в начале 2000-х, вот эту семейку из Дмониси. То есть это в буквальном смысле может быть одна семья, либо очень-очень узкая популяция, которая жива практически одновременно. Дело в том, что там очень сильно ученым повезло с датировками, и они очень сильно ее, эти датировки показывают, что буквально эти люди могли быть между собой знакомы. И чем именно это интересно? Во-первых, своей сохранностью. То есть вы видите, идет реконструкцию этих черепов. Для такого возраста это отличнейшая сохранность. Плюс, что мы видим? Черепную крышку молодого мужчины, череп девушки лет 15, череп подростка молоденького, и самое интересное, череп старика, у которого выпали уже практически все зубы, это очень такой древний старик, видно по черепу, и костные ямки уже заросли, и костным веществом. То есть это показывает, что он как минимум без зубов прожил уже несколько лет, они успели у него зарасти и так далее. И археологи, и антропологи делают из этого вывод, что это тоже уже были непосредственно люди, потому что как минимум, ну попробуйте выжить без зубов совсем, без поддержки сородичей, без какого-то чувства сострадания и так далее. Ну то есть тут такой вопрос уже философский. И самый интересный череп, это череп вот этого мужчины. Чем он интересен? Его объем мозга всего лишь 564 кубических сантиметра. У этих товарищей он доходит до 730. То есть очень большая разница, там порядка, можно сказать, 20-25% для таких очень большой разброс. Поэтому у них был, конечно, повод над ними смеяться за то, что у них был маленький мозг. И вообще, если бы мы нашли этот череп отдельно, мы скорее бы сказали, что это еще Рудольфенсис. Он ближе туда, к Хабелисам, к самому началу. А эти ребята уже, как минимум, эргастры или даже начинающиеся эректусы. Но поскольку это одна семья, вряд ли они над ним смеялись, потому что выглядел он примерно вот так. И, соответственно, никому бы не советовал. Идем дальше. Мы уже потихоньку приближаемся сюда к нам. Вот такие похожие ребята. Человек гейдельбергский. Это известнейший череп, татавельский человек. Это реконструкция нашего уважаемого антрополога Ерасимова. Классическая. Это более современная. Уже такая 3D компьютерная графика. Такие ребята были, скорее всего, предками неандертальцев. А похожие на них в это время существовали в Африке. И потихоньку эволюционировали через несколько еще веточек к нам. А эти ребята были предками неандертальцев, потому что этот череп нашли во Франции. И потихоньку, когда свои мы раскапываем, раскапываем ближе к нам, уже находим неандертальцев. Это вот эти наши двоюродные братья. И когда мы говорим неандертальцы, я посчитал просто преступлением не рассказать именно конкретно об этом черепе. Потому что, во-первых, он тоже классический, найденный еще в начале 20 века. Тоже описан в том числе и нашими отечественными советскими, скажем так, антропологами. Это реконструкция Ерасимова сделана. Это череп мужчины, которому около 60 лет. Для неандертальцев это крайне нетипично, потому что средний возраст неандертальцев примерно 23 года. Средний возраст сапиенсов, которые существовали с ними того времени, примерно такой же, может быть, там не намного больше. И поэтому дожить до 60 лет в тех временах, будучи неандертальцем, это уже очень круто. Более того, этот просто рекордсмен по травмам разного рода, зажившим травмам. У него были преломы абсолютно всех конечностей, которые зажили. Как видите, у него тоже практически нет ни одного зуба, и тоже эти все костные ямки давно зажили. У него отсутствовало несколько пальцев, у него не было глаза, он был выбит при жизни. И, судя по всему, сначала думали, что это такое хитрое захоронение, в котором он похоронен. Но сейчас некоторые антропологи, я слышал версии, говорят о том, что, в общем-то, его засыпало в пещере, было обрушение в пещере, и так бы ему вообще жить и жить бы этому человеку месиво еще. Ну, не повезло под самый конец жизни. Значит, параллельно в Африке происходило примерно вот такое. Это уже практически мы. То есть некоторые говорят, что это какой-то ранний пресапиенс, некоторые говорят, что это, ну, вот, собственно, ввели какое-то название для него. Ну, нам ничего не мешает в рамках нашей лекции назвать его вот именно нашим предкам таким вот архаичным сапиенсом, предсапиенсом. Хотя мы видим, конечно, что чуть-чуть еще что-то есть такое не похоже. Ну, такие брови, у него надбровные дуги слишком большие, тоже отличаются такой массивностью. Подбродок вроде еще не так совсем, такие еще немножко другие, но, в принципе, он уже наш. Теперь переходим к самому интересному. Если вы посмотрите на датировки, то, если вы не слышали до этого о человеке Флоресском, то вы можете сказать, что, ребята, тут уже как бы скоро египтяне пирамиды начнут строить, а они еще бегают на острове Флорес в Индонезии. И, судя по всему, именно островная изоляция привела к тому, что эректусы, которые жили на Яве, каким-то образом добрались до Флореса, и там эволюционировали. Мы можем вспомнить дарвиновских вьюрков, которые там на островах разные получались. И такой же принцип эволюции, в принципе, можно распространить на любые живые существа, в том числе и для людей. То есть на этом Флоресе существовали карликовые слоны, карликовые стегодоны, карликовые там еще кто-то, и карликовые люди. Почему бы нет? Но конец им положило извержение вулкана, которое было, которых там вообще постоянно происходит. И вот 12 тысяч лет назад они эту популяцию убили. Если мы смотрим на череп, большой соблазн, и многие антропологи так и сделали, назвать его, может, это микроцефал, может быть, это какие-то, скажем так, патологические представители, собственно, наших сапиенсов. Ну, как вы поняли, это современный череп, это череп этого хоббита, в кавычках. Но дело в том, что в этой пещере нашли останки, как минимум, уже 17 разных индивидов. И, соответственно, предполагать, что популяция каких-то таких микроцефалов или нездоровых представителей хомо сапиенсов так долго и так успешно выживали в непростых условиях острова Флореса, более маловероятно, чем все-таки, это, скорее всего, да, действительно, вот такой вид у нас осуществовал с нами. И теперь переходим к самому-ксамому интересненькому, к свежачку нашему. Это такая вот схематичная, очень схематичная, очень схематичная схема, да, пещеры, находки в пещере Райзинг Стар, восходящая звезда, которая находится на юге Африки. Значит, эта пещера давно привлекала спелеологов и людей вот этих экстремалов, которые лазят по пещерам. Вот этим маленьким, он так и назывался, ходом Супермена. Почему он назывался ходом Супермена? Потому что туда могли пролезть только субтильные очень личности, такие худые и действительно настроенные на большой экстрим, потому что этот проход мало того, что был узким, он еще утыкан просто такими очень острыми-острыми шипиками, гранитными, и он такой шкуродерный очень лаз. Вот, они залезли туда, два парня, археолога, или даже, сколько их звали, Стивен Такер и Рик Хантер, или не поленились, а нашли еще вот этот новый ход в новую камеру, которая была не очень большая, там примерно метр на 9 метров, но они там обнаружили вот такое. Очень много костей, каких-то людей, они не растерялись, они побежали к самому известному южноафриканскому антропологу, им оказался на счастье Ли Бергер, который до этого прославился открытием одного из видов австралопитека в пещере Малапа, австралопитека Сидиба. И когда он понял, когда он увидел эти фотографии, когда он понял, что они нашли, он помчался туда, сам он, конечно, пролезть не мог, потому что Ли Бергер такой, в общем-то, мужчина крупный, поэтому ему пришлось вызывать... Сейчас я расскажу, кто это. Ему пришлось вызывать туда девочек-спелеологов, археологов, и быстро-быстро там все доставали, лезли, все делали четко, доставали, до сих пор достают, потому что открыли только в 2013 году, и еще исследования ведутся, статьи толковые пока вот мы ждем, она вот-вот уже, может, вышла сегодня, ну, посмотрим. Значит, а вот это в тему продолжения 3D-печати, мне вот ребята, Коля, Коля, ты где? Вот Николай, он является самым крутым 3D-принтерщиком Харькова, это вот сразу я говорю, да, и он напечатал мне, сделал 3D-модель, мы нападали там в Фейсбуке на антропологов, они нам все-таки скинули на специальную компьютерную программу, которую Коля загрузил в свой 3D-принтер, и напечатал вот такого Homo на Lady. Он в натуральную величину, как бы не удивляйтесь, он чуть меньше, он жил тогда, и если датировки подтвердятся, что по некоторым данным пока нет таких четких датировок, поэтому я вообще не в праве об этом говорить, но я удержаться не могу, поэтому скажу. Есть разные варианты, от, скажем так, 2,5 миллионов лет назад и до 1,5 миллионов лет назад. Если 2,5, то он пересекает вот этого Homo habilis, нашего первого, и получается он больше, скажем так, похож на современного человека по определенным антропологическим, у него меньше зубы, у него меньше надбровный рельеф, у него более такая форма черепа, несмотря на то, что он маленький, но зато формочка больше похожа в чем-то на Habilis. И тогда, может быть, скорее он наш предок, а Habilis это боковая ветка, скажем так, в кавычках, но может быть наоборот, и этот вот залезший первый спелеолог пещеры, восходящая звезда, сам туда залез и вымер, являлся тупиковой ветвью. Вот так он примерно выглядел, то есть уже так гораздо симпатичнее, как по мне про Habilis, ну, во всяком случае он новенький, поэтому мне хочется привнести какую-то эмоцию в это. И я специально написал большую датировку, взял ее максимальную, ну, потому что я очень на это надеюсь, это будет как бы круто, небольшой такой переворотик в науке, а мы всегда это ждем, мы всегда это любим. И, как обещал, я даю ссылку на самый крутейший сайт, который я вообще рекомендую изучить от корки до корки, на книжку Чарльза нашего Дарвина «Происхождение человека. Половой отбор» и на книжке современных, очень крутых биологов, антропологов, которые пишут про человека. Зубов, Лев Борисович Вишняцкий и, конечно же, Александр Марков. Это вот наш родной докинс постсоветского пространства. И он пишет, конечно, очень все подробно, четко и гораздо лучше, чем я рассказал за эти 15 минут. Спасибо. Надеюсь, у вас нет вопросов. А, есть. Какие методы датировки используются в поле отборологии? Какие из них более точные и менее точные? Ну, есть несколько методов датировок. Наверное, вы все слышали про радиоурородный метод анализа. Он довольно-таки простой, но у него есть существенный недостаток. Им трудно датировать предметы, которые, скажем так, условно, старше 40 тысяч лет, потому что он слишком быстро распадается, и там уже потом трудно отделить один из этого по-другому. Есть более крутые методы. Ну, про все рассказать, конечно, я не могу, потому что я отельная даже не 15-минутная лекция. Но я, допустим, скажу, не знаю, вкратце, про аргон-аргоновый или калиаргоновый метод, которым, собственно, датировали, например, семейку из Маниси. Если кратко, то у меня вообще большое удивление, как химика, было, когда я узнал, что калий-40 вообще-то радиоактивный элемент. Ну, просто он распадается, если не ошибаюсь, там 19 миллиардов лет. То есть наша планета образовалась там, грубо говоря, 5 миллиардов лет, а калий еще даже на четверть не распался. Вот. И очень удобно именно тем, что он распадается в инертный газ аргон, мы можем смотреть и, собственно, по накоплению, скажем так, этого инертного газа, по соотношению определять возраст довольно-таки точно. А где этот газ распадается? Что? Как этот газ распадается? Ну, он инертный, но это уже отдельный такой способ, скажем так. Есть способ определения, сколько там калия было, сколько превратилось в аргон, и по этому соотношению примерно ратируют. Может ли Дарменист верить Бога, или это абсолютно две разные вещи? Ну, не знаю, я за себя могу ответить. Мне кажется, конечно, это абсолютно разные вещи, и Дарменист не может верить Бога. Но, в принципе, я никому не запрещаю это делать, когда это дело такое. То есть я ни в коем случае, вы за это меня спросили, я бы уже в России никому не навязываю, но, по-моему, если ты разбирайся. Тут даже дело в том, что в Армении, если ты видишь достижения науки и хотя бы прочитал, ну, скажем так, хотя бы популярно научную литературу по разным направлениям, а направление в силу три, это физика, биология, давайте пока даже два, физика и биология, то, в принципе, верить, ну, там не остается места для веры в Бога. Это то же самое, как сказать, ну, я верю там в Деда Мороза. Ну, ты в Деда Мороза верить, я, как бы, в него верю так же, как в Бог. Да. Да. Слушай, пожалуйста, а ты, допустим, возраст по отсутствию зубов еще нужно предположить, а вот уверенность в мужчина-женщина, как? Ну, возраст по отсутствию зубов, кстати, довольно-таки легко определить, легче определить. А сейчас объясню, я приведу пример. Вот представьте, я понял. Ну, возраст по зубам определить легко. Это определит любой медик, потому что он видит, как костная ткань срослась, бывало ли это травма зажившая при жизни или не при жизни, или она еще там что-то с ней происходила, поэтому относительно легко. Ну, конечно, не до года, не до месяца, но мы хотя бы можем сказать это пожелочек. А мужчина и женщина. Ну, давайте представим современную ситуацию. Вот, например, возьмем череп Вавуева. Сейчас, сейчас, сейчас. Череп Вавуева и череп, допустим, женщины-пигмея, допустим, или японки. Это они принадлежат к одному виду. А кого мы нашли, как бы, вот когда мы находим один череп, кого мы нашли, Вавуева или женщина-пигмея? Очень трудно определить. Вот представьте, ну, это, извините, утрированный такой пример привел. Так они современники, они сапиенцы. И если они создадут одну семью, у них родятся дети сапиенцы, которые также могут создать семью с любым другим по планете. Куда-нибудь так мыть пальцем, найти там себе супруга и создать семью. А с ними чуть сложнее, потому что это для нас там, ну, миллион-полтора миллиона лет назад. Ну, извините, это как бы 500 тысяч лет. И мы когда находим в пещере даже что-то рядом, ну, между ними может пролегать на там десятки тысяч лет. Это немало. И, соответственно, за это время, когда мы находим единичные находки, очень бывает трудно сказать. И плюс они все, ну, по определению, похожи друг на друга, потому что это все один род, это гоминиды. А у них, ну, они прямо ходящие, у них два глаза, да, как мы видим, там практически всегда одинаковое количество зубов, отверстия, которые свидетельствуют о том, что позвоночник, что он ходит прямо, да, по шимпанзе это отверстие было бы смещено вот сюда и так далее. То есть мы в приори находим похожие вещи. И на примере вот семейки это из Маниси, вы можете увидеть, что они могут быть разные. То есть правильно я понимаю, что разницы между мужским человеком и мужчинским не было? Но все равно рекомендуется? Если занимаемся конструкцией, а занимаемся и в основном мужчин, оно же милого образования, то они... Не, 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 больше укуси, не, 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 все не так, вы понимаете. Тут дело не в том. Смотрите, я, во-первых, нет, есть способы отличить, конечно, женский от мужского, если мы как бы сравним, если у нас хотя бы есть популяция, выборка. Здесь, во-первых, суть как по мне, может быть меня дополнят антропологи и профессиональные, Но, во-первых, мы находим часто не полный череп, а мы реконструируем его, то есть в этом, во-первых, есть проблема. Во-вторых, есть основная тенденция к приближению, вот если мы смотрим на ту первую картинку, есть основная тенденция, что черепа мужчин и черепа женщин в протяжении вот этой вот линейки становятся все более и более похожи друг на друга. Представьте современных обезьян, хорошо, гриву. Вы видели гриву самца и гриву женщин? Их черепа, поверьте, очень сильно визуально отличаются, гораздо больше, чем отличаются даже черепа луева от черепа японки. То есть они очень сильно отличаются принципиально. И, скажем так, в процессе эволюции, судя по всему, человек социально избрал такой путь эволюции, вот тот, собственно, половой отбор и так далее, что наши черты становятся все более и более похожи. То есть чем дальше, тем мужчина и женщина в антропоистском плане отличить все сложнее. Ну, например, гриву избрали, ну я такой уже немножко отличенный пример. У них такая четкая иерархическая структура, один самец, горьем самок. И самки реально просто в два раза меньше гориллы по весу, ну, в среднем. Это нормально. А у нас, как бы, ну, и женщина еще немножко, как бы, меньше, чем еще, как правило, в среднем. Но нет такого большого отличия, как у других примат, у тех же шимпанзе и гориллы. Это современные приматы. А как было у древних, ну, большой вопрос, но есть, как бы, подтверждение, что все-таки у них было ближе, там, к гориллам, скажем так, к современным, в этом плане. Да, возможно. И не применяются они, в принципе, не очень часто. Конечно. Просто вопрос в том, что ДНК долго не хранится. Это, в общем-то, сложный полимер органический. Он плохо хранится во влажном климате, в теплом климате. А в основном, когда мы говорим про эволюцию человека, мы говорим про Африку. Там, собственно, и кости плохо хранятся, а не то, что ДНК. Есть находки ДНК и расшифровка ДНК неандертальцев. Некого такого человека, денисовского человека, который известен, собственно, по фаланге пальца и по нескольким зубам, когда из него удалось извлечь ДНК. Вообще-то ожидали увидеть, что это обычная нормальная неандертальская ДНК, которую к тому времени уже расшифровали, сравнили с Апиенсом. Увидели что-то совершенно другое. Ну, есть предположение, что это гейдерперцы, но наука так не работает, предположение мы делать не будем. Мы просто знаем, что вот есть фалангопальца, и существовал такой человек, который, скажем так, примерно так же отличался от Сапиенца, как и от неандертальца. Это было три разных вида. И да, существовали смеси, существовала гибридизация, то есть мы посмотрим на эту картинку, вот она мне тем и нравится, что мы видим небольшую примесь неандертальских генов, небольшую примесь денисовских генов. Причем, если мы говорим о чистом Сапиенце, это утрированно скажу, то это в основном африканцы. Когда африканцы начали выходить, первые Сапиенцы, которые начали, было несколько волн выхода из Африки, ну, мы этого не будем пока касаться, если это просто так вот будет. И вот когда они выходили, они смешивались на Ближнем Востоке с европейскими неандертальцами. Это те люди, которые эволюционировали, собственно, в Европе, были приспособлены к холодному климату, тогда был ледниковый период. А еще дальше, судя по всему, там, на Алтае, ближе к Азии, они еще смешивались и с денисовцами. И да, когда мы сравниваем современную ДНК, мы видим, что среди африканцев, ну, так скажем, в кавычках неандертальских генов нет, и денисовских генов нет. Но неандертальских генов много в Европе и по всему другому миру, вне Африки, и денисовских генов больше всего как раз в районе, скажем так, Азии, там, вот туда Алтая, Сибири и так далее. Ну, вот так, так. Ну, во-первых, наши братья, ну, смотрите, люди как бы сейчас, в общем-то, когда появились самолеты, поезда, и все, перемешиваются так, чтобы попробовать увидеть, как они перемешиваются. Но тогда у них были две ноги, это тоже было немало. Поэтому они все-таки бегали и друг с другом смешивались. И, соответственно, если мы вот так вот буквоецки проводим линию Сапиенсов, то это можно, примерно, вот она так обозначена. Но примеси никто не будет исключать, причем не только к самим Сапиенсам, да, так скажем так. А тут такая сложная, действительно сложная, запутанная история, которую я боюсь просто даже начинать в рамках ответа на вопрос. Это вот лучше все-таки антропогенезру и книга Маркова, и книга других ученых. А гипотеза только одна, что как бы это шах и мат тем любителям увеличивать количество гоминид при каждом найденном черепе. И показатель того, что, судя по всему, люди всегда были изменчены. То есть в нашем зале сейчас сидят люди, у которых разные черепа. И, судя по всему, раньше это сохранялась, эта тенденция, и, может быть, даже иногда и усугублялась. Возможно, есть и другие какие-то объяснения, но это кажется вот пока, во всяком случае, мне, дилетант, самое логичное. Да, привет. Я поканусь в карьере, а в данном моменте субъектировки, я пришел, что-то остановился в Египетии, и я узнал, что выделяют возраст по совмещению субъезжания Аргона и Кальция. Вопрос такой. Да, ну это... Скажите, пожалуйста, мой интерес. Откуда мы ответы? Аргон в Крестях? У нас отличает тот Кальций-40, который образовался в результате распауна калия, а с того Кальция, который изначально был в Крестях? Угу. Хороший вопрос от химика, олимпиадника, я тебе это запомню. Ну смотри, во-первых, Аргон, он там сохраняется, потому что куда ему деваться из-за каменелости? Он образуется, собственно, внутри костей, и он поэтому там и остается, это инертный газ. И это крупный инертный газ с крупной молекулой, которая не так-то просто. Если бы там образовывался водород, да, он бы там находил вазейки. А Аргон не так-то просто, он держит макликулярными фильтрами. Кальция-кальция. Как лишь кальция-кальция отличить? И вот это такая нетривиальная задача, которую я тебе напишу сегодня в сообщениях в Компакте, честно говоря. Так сразу сходу не знаю, даже не готовился настолько сильно. Ну, наверняка способ есть, если мы ведем Википедию глубже и анноязычную, то мы найдем там вот такую простую метку. Поэтому метод, да? Вот это лучше, да, мне они больше нравятся. Кроме, я не понимаю, как я принесла, как я принесла, как я принесла. Классно. Я хочу понять, как, нужна ли какая-то статистика, что находится какой-то обычный щит. Да. Как понять, это действительно, вот поговорить на части, это патология, это вот такое какое-то там астрологическое, так сказать, витроизменение, или это действительно активный вид человека, и можно ли, извините, для этого... Я, кажется, понял. На самом деле находок невероятное количество. Их очень много. На самом деле проблема сейчас не в том, что их мало, а проблема как раз сейчас в том, что их настолько много, что некоторые ученые просто физически либо не успевают с ними ознакомиться, уместить это все в одном, либо... Но есть выходы, есть способы. Математический, ну, морфометрический, ну, это в нашем случае математический анализ, который примерно показывает такую плавную базу данных, да, нарабатывается. Вот сейчас вот нарабатываются электронные базы данных, и будет круто. Кстати, один из наших, вот, собственно, создателей сайта «Антропогенеза.ру», Дробышевский Станислав Владимирович, у него была диссертация как раз кандидатская на эту тему. Он обмерил, наверное, чемпион по количеству обмеров черепов, вот просто руками, старыми методами, и занесение это все в одну базу, и потом специальными методами математики, потому что ему очень повезло быть знакомым с математиком Александром Соколовым, наверное. И они все это делали, и проводили такие анализы, и причем его диссертации, ну, опять же, надо углубляться, его диссертация в открытом доступе на сайте «Антропогенеза.ру» есть. Ну, если так вкратце, и насколько я правильно это все понял, то он делает такие вот, собственно, выводы и некоторые некорректно ранее отнесенные к одному виду черепа при накоплении дикбасс данных переводят на то место, где они должны быть. То есть, ну, как-то так. Только если быстро, да? Ну, опять же, череп лучше сохраняется, чем другие остатки скелета, потому что он все-таки более, ну, из силы своей массивности, да. И, ну, конечно, нет, конечно, ну, определяют и по-другому, но вопрос просто есть ли эти остатки скелетов или нет, часто их нет. Да, давайте на расчетах один, может, максимум два вопроса и заканчем. — Были какие-то эволюции людей, социальных людей, с большим объемом мозга, которые в итоге не перешли в фоносаде? Ну, неандертальцев. У неандертальцев объем мозга был, в принципе, в среднем больше, чем у нас сейчас. Но другой вопрос, ну, это сложный вопрос, поэтому я не буду даже поднимать. — Мозгоплощадь? — Ну, вот видите, вы хорошо осведомлены, но я бы так бы... Ну, это сложный вопрос для отдельной лекции, потому что когда мы говорим о мозге, вы меня извините, мне уже страшно говорить о мозге, поэтому... — Да, вот девушечки, я бы... — Дарвиновская теория? — Дарвиновская теория? — А, тервинизм. — А в теории человек произошел в обезьяны. — Нет, она это не говорит. Она говорит, что человек как был обезьяны, так и ее и остался. Просто прямоходящие обезьяны, правда, помню. Все. — Вот. — А! — А! — А! — А! —